глава 3 информационное поле вселенной где записывается информация дорогие крайен приветствует вас если бы вы знали как вы любимы и как прекрасны если бы вы знали какие гигантские возможности сейчас открываются перед вами вы бы не стали сидеть и горевать замкнувшись в четырех стенах своего одиночества как только вы вспоминаете кто вы есть прекрасные божественные существа одиночество исчезает исчезают и стены и любые перегородки которыми вы отгородили себя от мира потому что мир это вы а вы это и есть мир прекрасное золотое сияние любви соединяет вас воедино со всем миром вы перестаете быть одинокими а также перестаете быть теми кто вслепую движется во тьме тьма исчезает как только вы вспоминаете свою божественную суть и начинаете нести на землю энергии нашего общего с вами божественного дома сегодня я хочу поговорить с вами о том каким образом вы можете получать доступ к истине и знанию а также ко всей необходимой вам информации я слышу ваши вопросы крайен ты говоришь что мы можем заранее узнавать какие наши решения будут правильными а какие нет ты говоришь что мы можем даже предвидеть события но откуда мы возьмем эту информацию где она записана очень правильные вопросы дорогие ведь если есть информация она должна быть где-то записана у нее должны быть какие-то носители это не шутка они в самом деле есть что это за носители это магнитное поле вселенной оно же информационное поле ваши ученые все еще не пришли к точным выводам об истинной природе магнетизма для вашей науки это явление в огромной степени остается загадкой неудивительно потому что ученые ищут физические механизмы магнетизма тогда как на самом деле магнетизм явление духовного порядка магнетизм невозможно объяснить с точки зрения трехмерной реальности потому что магнетизм имеет отношение к многомерной реальности большинство же ваших ученых пока не заглядывают в другие измерения они даже не знают или не хотят знать что существует измерение духа и что магнитное поле вашей планеты явление не столько физическое сколько духовное на самом деле магнитное поле планеты это гигантская информационная сеть для чего она существует для того чтобы служить средством связи между вами и богом как вы думаете благодаря чему на ваши молитвы и просьбы к богу приходят ответы благодаря чему вы получаете разного рода интуитивные прозрения таким образом они приходят к вам они приходят посредством магнитного поля информационной сети я говорю это вам чтобы вы не считали такие явления как интуиция внутренняя мудрость голос сердца всего лишь красивыми словами или абстрактными понятиями не имеющими отношения к реальности все это вполне реально так как имеет под собой реальную основу потому что энергия магнетизм это тоже реально вы ведь можете его ощущать хотя для его восприятия недостаточно физических органов чувств требуется еще и то что вы называете шестым чувством это способность ощущать энергию седьмое чувство это способность воспринимать информацию передающуюся посредством магнитного поля а еще есть восьмое девятое и другие чувства открытия которых у вас впереди знание передается мгновенно в любую точку вселенной что за информацию передает магнитное поле правильным будет сказать нет такой информации которой она не передает там на этих магнитных носителях записывается все что было есть и будет причем любая информация мгновенно распространяется по всему полю если что-то произошло или в вашем линейном времени собирается произойти в одной точке вселенной об этом мгновенно становится известно всей вселенной мгновенно это не преувеличение не требуется никакого промежутка времени чтобы информация была передана на огромные расстояния знаете почему потому что носитель информации энергия любви а значит она передается со скоростью любви которая гораздо выше скорости света вы понимаете в магнитном поле записано не только все то что произошло но и все вероятности все возможные последствия каждого вашего шага и даже каждой мысли ведь ваша мысль тоже магнитно по своей сути как и вся вселенная потому что и вы тоже магнитное ведь каждый из вас поле энергии поле света когда вы запускаете в поле мысль включаются процессы формирования последствий можно сказать что на каких-то уровнях и в каких-то измерениях каждая ваша мысль и каждое намерение осуществляются вы можете передумать изменить мысли и намерения и тогда в вашей нынешней реальности в вашем измерении и вашей настоящей жизни что-то сложится по-другому но информация о вероятностях остается где-то там на других гранях бытия и в других измерениях и вы всегда можете подключиться к этой информации вы можете получать любую информацию в любой момент даже о том что происходит или собирается произойти на другом конце планеты или даже в другой части вселенной знаете почему потому что вы часть системы вы магнитной по природе и вы часть этого магнитного поля информационного поля вселенной каждый из вас носитель информации а также ее приемник и передатчик благодаря чему вы становитесь ближе к богу а теперь я скажу вам самую важную вещь ваша способность получать информацию через магнитное поле возрастает с каждым днем причины две меняетесь вы и меняется магнитное поле вы уже знаете что представляете собой единую систему с информационным полем вселенной а потому изменения поля изменения внутри вас взаимосвязаны поле меняется потому что меняетесь вы а вы меняетесь потому что меняется поле основное устройство с помощью которого вы принимаете информацию от магнитного поля ваша днк вы знаете что молекула днк имеет спиралевидную структуру и содержится в каждой клетке вашего организма в ней зашифрована вся информация о вас как и физических существах но ваши ученые знают только о двух спиралях молекулы днк это физические материальные спирали которые можно увидеть в микроскоп но есть еще магнитные или информационные спирали их не видно в микроскоп но они существуют таких спиралей 22 вернее 11 пар потому что они соединены по две как и физические в этих невидимых вашему глазу спиралях содержится информация о вас как о магнитных существах информационных существах божественных существах именно эти спирали днк и содержащаяся в них информация связывают вас воедино со всей вселенной вы космические существа потому что наличие этих магнитных спиралей в днк говорит о вашем неземном происхождении это и есть антенны которые настраивают вас на связь с космосом с измерениями духа с божественной вселенной понимаете вы принимаете информацию своими клетками то что пишут в газетах и показывают по телевизору вы воспринимаете рассудком логикой корой головного мозга а то что приходит к вам из информационного поля вы воспринимаете клетками и не сразу можете осознать это и тем более перевести на какой-то из человеческих языков но по мере того как вы раскрываете в себе свою божественность по мере того как вмещаете в себя все больше любви и света бога ваши невидимые спирали днк активируются они остаются спящими до поры до времени до того времени пока вы не начинаете искать бога и обращаться к нему когда вы это делаете магнитные составляющие днк просыпаются и устанавливают связь с физическими спиралями днк так в вашем существе происходит соединение физического и духовного это происходит на уровне клеток ваши клетки становятся не только чувствующими но и разумными и вы становитесь более осознанными вы все легче и легче воспринимаете информацию содержащуюся в магнитном поле по мере вашего развития вы сможете в любой момент узнавать то что происходит в любом месте вы сможете мгновенно получать ответы на свои вопросы вы можете рассматривать разные варианты будущего заранее узнавать перспективы тех или иных ваших поступков и намерений и выбирать лучшие это ваше ближайшее будущее дорогие будущее тех кто твердо выбрал путь света путь духа путь возвращения к себе настоящим то есть к своей божественной природе это о том как меняетесь вы теперь о том как меняется поле мы уже говорили что эти процессы взаимосвязаны мы часто говорим о том что на землю приходят новые энергии почему это происходит потому что вы просили об этом дорогие вы веками взывали к богу вы молились вы просили о помощи вы задавали вопросы и жаждали ответов но только единицы из вас могли открыть в себе свой собственный источник любви и света и при помощи этой энергии пробиться к богу эти единицы эти подвижники среди них были и те кто слушает сейчас это послание пробивали в костной тяжелой земной энергии первые пути ведущие к божественным измерениям о как трудно это давалось да вы с трудом пробивались к богу не только потому что медленно пробуждались но и потому что магнитное поле планеты в ту пору было скажем так не прозрачно для информации из других измерений магнитное поле планеты было настроено таким образом чтобы быть плотной завесой между измерениями между вами и богом для чего и почему это было сделано это было сделано потому что вы сами так решили начиная смелый эксперимент на планете земля вы решили проверить достаточно ли сильна божественная искра которую каждый из вас несет в себе чтобы пробить завесу чтобы прорваться из самой густой тьмы к свету и любви бога вы сделали это вы смогли вы пробили брешь в завесе своим светом и в эту брешь начал пробиваться свет начали приходить на землю божественные энергии и вот пришло время перестроить саму структуру магнитного поля земли так чтобы она не только не препятствовала поступлению этой энергии но и способствовала ему возможно вам известно что крайне часто называют мастером магнетизма вы догадываетесь что это не случайно вы понимаете с чем это связано это связано с тем что вы начали активно призывать божественный свет на землю и потому к вам пришел мастер магнетизма чтобы помочь в этом а именно перенастроить магнитное поле земли что происходит с магнитным полем вы ведь чувствуете что с магнитным полем что-то происходит иногда вас пугают эти перемены вам часто говорят что магнитное поле возмущено нестабильно ваши ученые знают что на земле сместились магнитные полюса что происходит говорите вы может быть это конец света может быть мы не выживем в результате этих перемен дорогие это говорит страх который вселяли в вас тысячелетиями это говорит та темная сторона которую пугает свет но если вы спросите свою светлую сторону то поймете что это не конец света это начало света вы будете гораздо спокойнее воспринимать все изменения магнитного поля и информацию об этих изменениях если будете знать что эти изменения во благо что они помогают новым энергиям приходить на землю а вам становится ближе к богу даже ваш организм ваша биология будет гораздо спокойнее воспринимать изменения в магнитном поле если вы настроитесь благожелательно по отношению к этим процессам не возмущения магнитного поля приводят вас к плохому самочувствию, а ваш страх перед этими возмущениями, ваше отношение к ним как к чему-то опасному или по меньшей мере неприятному. Заметьте, что ваши СМИ активно способствуют такому восприятию магнитных колебаний. Вы заранее опасаетесь того, что произойдет с магнитным полем, вы настраиваете свой организм, что ему будет трудно и ему в самом деле трудно. Ваша мысль – это могущественная энергия, дорогие. И я вам только что привел пример того, как она работает. Не изменения в магнитном поле, а ваши мысли по этому поводу создают вам трудности и неприятное самочувствие. Скажите себе, что это во благо, и это будет вам во благо. Магнитное поле претерпевает изменения, оно смещается, и с каждым его смещением, возмущением, на Землю приходит свет, на Землю приходит новая информация из божественных измерений. Вы видите, сколько людей сейчас пробуждается, в скольких сердцах оживает и загорается свет. Такого не могло быть еще совсем недавно. Всего лишь полвека назад таких пробудившихся просветленных были единицы на планете, и им приходилось очень тяжело, как всем, кто опередил свое время. Они претерпевали насмешки, подвергались гонениям, и часто очень рано уходили из жизни, так как здесь не было для них подходящих условий, большинство из них просто не могли выжить. И все же они внесли свой вклад в грядущие перемены. Они стали первыми еще робкими и слабыми лучами света, пробившимися из тьмы Земли к Богу. У них появились последователи, которых становилось все больше и больше. И вот теперь люди массово приходят к просветлению, и вам больше не нужно бояться и скрываться. Вам не нужно быть изгоями или какими-то странными людьми, над которыми насмехается большинство. Нет, дорогие, все это в прошлом. Теперь правда за вами, и никто не сможет этой правды оспорить. И все это становится возможным, так как меняется сама среда, в которой вы живете, меняется магнитное поле, становясь все прозрачнее для Божественного Света. Ченнеллер каждый. Итак, магнитное поле смещается, чтобы открыть шлюзы для поступления Божественной энергии. Магнитное поле смещается, чтобы приподнять завесу между измерениями. Наша с вами встреча стала возможна благодаря этому. Потому что вы хотели знаний, хотели информации, вы задавали вопросы, и Крайн пришел ответить на ваши вопросы. Крайн пришел не только для того, чтобы работать с магнетизмом вашей планеты, но и для того, чтобы давать вам информацию из Божественного дома. И это неудивительно, ведь магнетизм и информация, как вы уже знаете, тесно связаны между собой. Эту информацию я даю именно магнитным способом. Некоторые из вас думают, что я диктую информацию Ченнеллеру, но это не так. Я передаю энергоинформационные магнитные пакеты информации, которые Ченнеллер воспринимает на уровне магнитной ДНК и только после этого обрабатывает ее на уровне головного мозга, переводит на человеческий язык и транслирует. Это в полном смысле слова сотворчества. Ченнеллер – это не пассивный инструмент в руках Духа. Это сотворец и даже соавтор посланий Духа. И знаете, что я вам скажу? Каждый из вас Ченнеллер, по меньшей мере потенциальный. Каждому из вас дана способность получать информацию из Божественных источников путем подключения к магнитному полю. Что для этого нужно? Пребывать в любви, пребывать в спокойствии, точно знать, что ваши вопросы будут услышаны и что ответы будут получены, выразить соответствующее намерение и все. Дорогие, это в самом деле просто. Дело только в вашем доверии, доверии к себе, к своему духу и вере в то, что это возможно. Вы все еще привыкли не доверять себе? Вы все еще не верите, что достойны общаться с Богом? Вы все еще думаете, что с Богом общаются избранные или сумасшедшие? Нет, дорогие. Эти представления о наследии прошлых темных времен планеты Земля. Эти времена безвозвратно прошли, они не вернутся. И каждый из вас способен стать каналом духа, ченнелером, получающим информацию самого высокого уровня. Скоро, очень скоро это перестанет быть чем-то необычным. Уже сейчас это вовсе не какая-то экзотика, а самое обычное дело для многих и многих людей. Вы можете попробовать прямо сейчас. Установите контакт с собственным духом, частицей Бога внутри вас. Задайте вопросы, получите ответы магнитным путем через магнитную составляющую вашей ДНК. Ваши клетки услышат ответ, ваше сердце в контакте с мозгом расшифруют ответ. Все механизмы уже известны и отработаны. Это делает множество людей, а то, что делают другие, можете и вы. Ведь все вы едины в Боге. И информация между вами распространяется со скоростью любви, а потому вы учитесь очень-очень быстро. Это новое время, это новые возможности, это начало новой реальности для вас. Да будет так. С любовью, Крайен.